Ах, Аллах. Я думала, что все знают об этом. Мехримах. И для тебя это новость? Разумеется, госпожа, я знала. Сюмбюляга, почему музыка стихла? Как прикажете, госпожа. Начинай! Мне кажется, нужно подбодрить её немного. Поосторожнее, госпожа. Никогда не стоит играть с чувствами женщины. Особенно, если это Хюрем Султан. Ха! Матушка, почему вы не сказали мне об этом? По крайней мере, со мной вы могли бы поделиться? Элиф? Я не скрывала это от тебя. Просто пойми, мне нужно было немного времени. Матушка, не переживай за меня. Знаешь, в конце концов, я понимаю, что это ничего не изменит в моей жизни. Только иногда накатывает грусть. В памяти встает прошлое. Годы, которые до поры до времени я не ценила. Ваше огорчение напрасно, матушка. У вас позади такое славное прошлое, которое не суждено пережить ни одной женщине на свете. Не по этой ли причине они нападают на вас? Разве не женская зависть движет ими? Никто из них не видел солнца, ведь все они были в вашей тени. Но солнце заходит за горизонт. Нужно готовиться к закату и мне. Аллах да дарует вам долгую жизнь. Я надеюсь, Михримах. Я очень надеюсь. Пока я не буду спокойна за твоих братьев, солнце не зайдет. Что произошло между тобой и отцом? Почему ты не виделся с ним? Из-за того, кого в Манису вы проводили с огромными почестями, матушка. Ваш сын настраивает повелителя против меня и бессовестно лжет. Я не понимаю. На охоте он упал с лошади и заблудился. Он был в руках бандитов, когда я нашел его. Спасением он обязан мне. Этого не может быть. Селим тогда все отрицал. Обвинил меня в клевете. Отец, конечно же, как всегда поверил ему. Отругал меня. С того дня мы не говорили с ним. Почему ты не сказал мне об этом раньше? А что бы это изменило, мама? Вы ведь так же поддерживаете Селима. Боизет. Я уже не ребенок-мама. И мне ясно видно, кто что делает и кто о чем думает. Возможно, ты не видишь того, что должен видеть прежде всего, сынок. Самого себе. Отец очень любит тебя. И ничуть не меньше, чем я. Я буду с тобой всегда. Слышишь? Так же, как и твой отец. Помни, никогда не забывай об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В свой первый день во дворце ты играл эту мелодию. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Повелитель, а давайте отправимся весной в Манису. Вместе. Как в старые добрые времена. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да? СПОКО 움직ишься? госпожа все в порядке милек удалось отвести девушку и и ведут султанские покои все как вы хотели лакман ага скажет что это вы ее предложили зачем я здесь ага это госпожа я тебя благодарю лакман ага теперь поговорим о награде для меня нет больше награды чем служить вам моя госпожа госпожа мне нужно поговорить с вами если позволите наедине проходи афи фахатун говори я говорила с фатьмой султан буквально только что госпожа пожелала чтобы я вновь выбрала наложницу для нашего повелителя потому как девушка которую выбрала она для него вдруг куда-то внезапно исчезла пусть не вмешивается в дела которые ее не касаются посылать наложниц нашему повелителю не ее обязанность конечно не ее но это моя обязанность госпожа но я не занималась этим я хранила молчание чтобы вас не обидеть ненароком к тому же сам повелитель был против этого что же теперь изменило твое мнение фатьма султан мне бы очень хотелось оставаться в стороне от этих дел я совершенно не стремлюсь выбирать наложниц однако боюсь я что на этом будут настаивать госпожа теперь когда в гареме все знают о вашем положении и что же не так в моем положении во дворце все только и говорят о вашей проблеме госпожа гарем кипит словно раскаленный котел я могу заставить их всех замолчать только не думаю что это поможет что же мне делать афифы хатун противиться не нужно воле аллаха соблюдайте традиции чтобы больше ни слова об этом ваше место все равно занять никто не сможет это невозможно молчи пока я дышу никто не посмеет отправлять наложниц повелителю тебе ясно если нужно я уничтожу весь гарем у байзета все хорошо да он сейчас с джихангиром братья целыми днями вместе читают книги гуляют болтают джихангир спрашивает о тебе все время очень хочет с тобой повидаться тоскует по тебе а ты как твоя болезнь отступила я надеюсь мне бы очень хотелось сейчас поговорить с тобой на эту тему Сулейман не знаю как начать но ты должен узнать мне нужно было рассказать давно об этом но я не решалась этого сделать мне все известно Фатьма рассказала поверь мне она очень переживает за тебя почему ты не сказала мне правду думала дождаться момента однако Фатьма Султан меня опередила даже в этом Хюраем ты души моей госпожа ты подарила мне пятерых детей чего еще я могу просить у тебя только любовь наша и покой который я нахожу в этой любви вот и все о чем я каждый день молюсь Сулейман благодарю тебе мне стало легче дышать я словно вновь ожила однако что такое я понимаю что ты великий падишах и твое законное право иметь новых шахзаде для продолжения твоей династии мне жаль что подарить тебе шахзаде я не могу теперь однако у тебя есть наложницы они могут это сделать Хюраем а фифахатон выберет для тебя самых красивых девушек если ты этого пожелаешь не думай об этом занимайся нашими детьми Мехримах Мехримах ждет мне пора но я все поняла спасибо хорошо ступай Хюраем пришли Мехримах я давно не видел ее и очень соскучился по любимой дочери Мехримах 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 госпожа Сюмбюля немедленно позови ко мне все когда-нибудь кончается солнце заходит гаснет луна кончаются зимы и весны хорошему приходит конец и плохому сейчас за окном осень сегодня четверг я в своей комнате во дворце эту ценную тетрадь приказал привезти из Тибриза и подарил мне мой брат мой друг мой повелитель султан Сулейман Хан Хазрит Лери которому я верил свою душу свою жизнь но кто знает где и с кем я буду когда эта тетрадь закончится наша судьба это мираж который еще больше отдаляется каждый раз когда протягиваешь руку я не знаю что меня ждет когда я сделаю следующий шаг сегодня во дворцовом саду я увидел что на висках повелителя появилась первая седина переход от молодости к зрелым годам и я словно глядя в зеркало увидел себя груз прожитых лет возбуждение от битв и примирений красота большая любовь и настоящая дружба мы не будем такими как прежде уже никогда между нами рыжеволосая тень мы двое друзей потерявшихся в тумане никак не можем найти друг друга но я знаю что и этому придет конец день закончится розы увянут время утечет из рук и если мы отважимся посмотреть в зеркало мы спросим себя как мы пришли к такому концу а а Субтитры создавал DimaTorzok Да. Госпожа. Госпожа моя. По вашему приказу я нашел девушку и отвел в покой к нашему повелителю. Иди к себе, Симбюль. Как прикажете, госпожа. Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok